Уважаемые студенты, здравствуйте. Меня зовут Стрельников Александр Игоревич. Я заведующий кафедрой факультетской хирургии и урологии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, главный нештатный специалист по урологии Департамента здравоохранения Ивановской области. Сегодня я прочитаю вам лекцию по опухолям почек. Это достаточно актуальная проблема, которая затрагивает всех и носит междисциплинарный характер. Урологов, хирургов, терапевтов и так далее. Давайте посмотрим эпидемиологию. Почечный клетчатый рак составляет 2-3% всех злокачественных новообразований. Ежегодно заболеваемость увеличивается на 1-5%. Это связано, во-первых, с эндогенными и экзогенными факторами, влияющими на развитие опухоли почек, а также на улучшение диагностики онкологических заболеваний в связи с возможностью визуализировать опухоль с помощью ультразвукового сканирования, компьютерной томографии в различных ее модификациях. Мужчины болеют чаще в 2 раза, чем женщины. Опухоли почек у детей, хочу вас на это настроить, составляют 50% от всех опухолей, диагностированных в детском возрасте. Ежегодно в странах Евросоюза у 30 тысяч пациентов диагностируется почечный клетчатый рак, и около 15 тысяч больных умирает от данного заболевания. То есть это говорит о актуальности данной проблемы. Этиология. Специфический канцероген отсутствует, но существуют экзоэндофакторы, которые в какой-то степени влияют на развитие опухоли почек. Ну, во-первых, это курение табака, резко повышает риск заболевания, выявлена роль ожирения в развитии почечного и клеточного рака, длительный прием гипотензивных препаратов, обоснована роль иммунодефицита, известно возникновение опухоли почки по воздействиям лучевой энергии и радионуклеидов, а также влияние ароматических аминов. Характеристика больных раком почки – это гендерный аспект. Вот здесь показаны мужчины. Во-первых, мужчины и женщины. Первая, вторая, третья, четвертая стадия. Вы видите, что при первой стадии превалируют женские, вторая стадия тоже женщины, третья стадия женщины, а вот в четвертой уже мужчины. Классификация. Опухоли паренхимы почки – это доброкачественные опухоли. Они встречаются в 5-7% случаев. Аденома, липома, ангиоли, миолипома, фиброма. Обычно у клиницистов не вызывает никаких проблем. И злокачественные опухоли – это почечный клеточный рак, саркома и опухоль Вильмса, которая встречается только у детей. Опухоли почечной лоханки – это доброкачественные, папилома, ангиома, леомиома. И злокачественные – переходно-клеточный рак, плоско-клеточный рак, слизисто-желетистый рак и саркома. Классификация по системе ТНМ. Т – это первичная опухоль, Н – региональные лимфатические узлы, и М – это метастазы. Вот полная классификация рака почки. Первая стадия – Т1, Н0, М0. Вторая стадия – Т2, Н0, М0. Третья стадия – Т1, Т2, Т3. Но уже появляются региональные метастазы Н1, Н1, Н0, Н1 при отсутствии внутриорганных метастазов, М0. Четвертая стадия – Т4, либо любая Т, Н0, Н1, Н2, любая Н. И, возможно, отсутствие метастазов, либо присутствие таких метастазов отдаленных. Внутриорганных. Пути метастазирования почечного клетчатого рака. Это гематогенный, легкий, кости, печень, головной мозг. Лимфогенный, параортальные, параковальные лимфатические узлы. И нередко бывает опухолитром в почечную вену и нижнюю полую вену. Причем, очень важно различать этот тромб до диафрагмы и после диафрагмы. Клиническая картина делится на общую симптоматику и местную. Общие симптомы или паранеопластический синдром – это потери массы тела. Гипертония, связанная с тем, что происходит ишемизация паренхемы почки. Гипертермия, вследствие, например, распада опухоли ткани, вследствие присоединения какого-то воспалительного процесса. Повышение соя – это очень важный критерий. На первом месте соя повышается при воспалительных процессах, при системных заболеваниях. А вот на третьем месте – это онкология. Поэтому всегда, когда вы берете общий анализ крови, обращайте внимание на скорость седания ретроцитов. Анемия. Чаще всего связано, что угнетается кровотворный генез, либо больной теряет кровь вследствие макро- или микрогематурии. Нарушение функций печени. Гиперкальцемия. Полицитемия, то есть вторичный рецитоз. И у 25-30% пациентов почечный оклеточный рак диагностируется на основании вторичных признаков метастатической болезни. Местные симптомы. Это микро- или макрогематурия. Это связано с тем, что опухоль прорастает почечную лоханку или почечные чашечки. И вследствие того, что почечная лоханка сокращается, причем сокращение почечной лоханки стоит на втором месте по ритму после сокращения сердца. Естественно, травмируется ткань опухоли. Вследствие чего возникает гематурия. Макро- или микро. Макрогематурия бывает обычно тотальная. И сгустки при этом имеют форму червяка. Так мы называем червеобразные сгустки. Напоминающие червяка вследствие как бы слепок самого мочеточника. В отличие, например, от макрогематурии при опухоли мочевого пузыря, когда сгустки бесформенного характера. Следующий симптом это боли в поясничной или мезогастральных областях. Это связано с тем, что опухоль прорастает почечную капсулу, почечную ножку и там, где идут нервные волокна. Либо блокирует чашно-лоханущую систему, вследствие чего развивается гидронефротическая трансформация и возникают боли. Варикоцели, то есть расширение вен семенного канатика, справа или слева, в зависимости от локализации самой опухоли. Причем варикоцели характерно больше для молодого возраста, 18-20-30 летнего, но это не связано с опухолевым процессом. Если же варикоцели возникает внезапно в 40-50-60 лет, то это говорит чаще всего о том, что имеется какой-то бластомный процесс или опухолевый процесс в забрюшинном пространстве. Чаще всего это опухоль пренхеемы почки. Варикоцели связано с тем, что сдавливается либо почечная вена, либо вены, идущие от семенного канатика, впадающие в нижнюю полувену, либо в почечную вену, в зависимости от стороны поражения. Следующий симптом – это отеки нижних конечностей. Отеки нижних конечностей возникают тогда, когда возникает опухолевый тромб в нижней половой вене, идущий из почечной вены. Симптом, который уже прогнозируют о том, что процесс опухоли зашел далеко. Клиническая картина таким образом складывается из паранеопластических признаков или общих признаков, местной симптоматики, о которой мы с вами только что обговорили, и симптомов метастастического поражения органов. Диагностика. Физикальное обследование. Физикальное обследование имеет ограниченную роль в диагностике почечной и клеечного рака, однако имеет значение в таких случаях, как пальпируемая опухоль в брюшной полости, пальпаторно определяющие лимфатические узлы шеи, постоянная варикоцели, двухсторонний отек нижних конечностей. Наличие выукаженных симптомов должно служить поводом для детального рентгенологического, радиозатопного и ультразвукового исследования. Когда пальпируется почка? Почка пальпируется тогда, когда опухоль локализуется, например, в нижнем полюсе почки. Когда она локализуется в верхнем полюсе или в среднем сегменте и не небольших размерах, то обычно пальпируется нижний полюс почки, не пораженный бластоматозным процессом. Либо опухоль имеет стадию Т3-Т4 по системе ТНМ, тогда вы можете пропальпировать эту опухоль, исходящую из брюшиного пространства, умеренно болезненную. Пальпация проводится бимануально. Лабораторная диагностика. Кстати, вот опухоль, как выглядит на слайде. Из лабораторной диагностики общий анализ крови, в котором вы обращаете внимание на эритетстос, на снижение гемоглобина, снижение, возможно, снижение количества эритроцитов, повышение соя, о котором я уже говорил, общий анализ мочи, в котором можно обнаружить микрогематурию. Сыворочный креатинин. Если имеется двухстороннее поражение, то креатинин повышается в разы, так как и мочевина. Сыворочный кальций, щелочная фосфатаза, клубочков фильтрации и канальцариабсорция, для того, чтобы определить суммарную функцию почек. Если у больного наряду с бластоматозным процессом или почечно-октечистым раком, хроническая почечная недостаточность. Рентгенорадиологические исследования. Конечно, лидером в этом является ультрасоноскопия или ультразвуковое сканирование, ультразвуковое исследование. Следующий по важности – это компьютерная томография. Причем в различных ее вариантах. Это может быть компьютерная томография, мультиспиральная компьютерная томография, МСКТ, ПЭТ. Это может быть магниторезонансная томография, которую лучше всего, конечно, делать детям. Ангиография почек, которая в настоящее время уже утрачивает свое значение, ибо мы можем проводить, например, мультиспиральную компьютерную томограмму, томографию с болезненным наполнением и видеть сосудистую фазу. Нефросцинтиграфия почек. В этом случае определяется так называемая холодная зона. То есть та область почки, которая поражена опухолью. А также с помощью нефросцинтиграфии определяют функциональную функцию почек и пораженную опухоль, и контрлатеральную. Потому что нередко в лечении приходится удалять пораженную почку, то делать нефрактомию. Поэтому информация о функции контрлатеральной почки архиважна для клинициста. Ну и иногда при прямой, через кожной, тонкоигольной биопсии крайне редко в нашей клинике это не делается. Считаю, что это нецелесообразно, потому что есть другие методы исследования, которые позволяют визуализировать опухоль почки. УЗИ, как я уже говорил, это ведущий метод диагностики рака почки. Во-первых, это не инвазивный метод. Общая точность 60-100%. Информативность меньше, конечно, у тучных больных. И еще зависит от квалификации врача. Ну, в данном случае с помощью УЗИ на стрелках показан опухолевый тромб. Обратите внимание, нижний пол и вены. Так он виден на ультразвуковом сканировании. УЗИ диагностика. Какие признаки опухоли? Признаки рака почки при ультразвуковой томографии это неровность контуров опухолевого образования, понижена эхогенность, неоднородность структуры, Вот это ключевые слова, когда вы будете читать либо смотреть на ультрасонограммы. То есть пониженная эхоплотность. Что это такое? Ультразвук поглощается здоровой тканью и пораженной опухолью по-разному. И поэтому в данном случае при опухолевом поражении имеется пониженная эхогенность. И наличие кистозных участков, участков обвесцеления. Оценка состояния почных и нижних половин, то есть опухолевый тромб, ну где-то можно вывести с помощью ультразвуковой сонографии только в 10-5% случаях. И производится также оценка региональных лимфатических узлов. Ну, точность диагностики до 15%, не более того. Вот здесь мы видим опухоль верхнего сегмента левой почки. Обратите внимание. Представлена селективная ангиограмма опухолевых сосудов. Что такое? Вот один из патогмоничных признаков опухолевого поражения почки, это наличие озерец или, так сказать, болот, что ли. Что это такое? Что это за симптом? Этот симптом связан с тем, что в опухолевом узле сосуды хаотично расположены и возникают так называемые артерии венозной шунты, в которой скапливается контрастное вещество и они выглядят так. Это характерно только для опухоли почки. Симптом очень патогмоничный. Вот здесь злокачественная опухоль нижнего сегмента. Вот они, озерца и лужицы контраста. Так они визуализируются. А вот сам опухолевый узел. В некоторых клиниках еще производится экскреторная урография. Но в нашей клинике это производится уже крайне редко. Однако существует определенная симптоматика в виде деформации чашло-ханочной системы. Ампутации чашечки. Вот как здесь видно опухоль верхнего сегмента почки. Экскреторная урограмма одна из ее сторон. Видно, что деформация имеется чашло-ханочной системы и ампутация верхней чашечки почки. Ретроградная уртерапилография. Она практически утратила свое значение. Но, тем не менее, я хочу показать вам ее множественные дефекты наполнения. Словно, здесь в данном случае попиллярной опухоли почки. Вот так это выглядит метастазирование попиллярной опухоли почки. Таким образом, КТ или компьютерная томография в различных ее проявлениях это основной метод визуализации и диагностики опухоли почки. Точность 68-95%. Она может быть нативная, то есть без контрастирования и с болезненным контрастированием, которое более точное. Вот в данном случае вы видите с помощью компьютерной томографии рак правой почки. Указана стрелочка. Видите? Так выглядит опухоль на компьютерной томограмме. Очень хорошая визуализация. Опухоль левой почки компьютерной томограммы. Посмотрите. Диагностика компьютерной томографии с трехмерной реконструкцией изображения. Это одно из современнейших методов исследования, позволяющее визуализировать даже опухоли небольших размеров. Такие, как здесь, указаны стрелочкой. Это чашно-лоханочная система. Причем это уже в срезе. Почечная вена, почечная артерия, нижняя полая вена, опухоли, чашно-лоханочная система и паренхима, паренхима почки. Опухолевые почки. Спиральная компьютерная томография с трехмерной реконструкцией. Указаны стрелочки. Вот так видно, визуализируется эта опухоль. Опухоль по латеральному контуру правой почки. Спиральная компьютерная томография с трехмерной реконструкцией. Пожалуйста. Смотрите, как чудесно все это видно. Две опухоли правой почки. Спиральная компьютерная томография трехмерной реконструкции и верхнем полюсе диагностика мрт когда производится магниторезонансная томография при аллергии на ее содержащие контрастные вещества при хронической почечной недостаточности метод выбора в диагностике опухолевого тромба очень хорошо визуализируется изображение в поперечности гитальных и коронарных плоскостях ограничены ограничение высокая стоимость клаустрофобия и хирургические скрепки ну они так сказать нивелируются при положительных моментах магнитоядерной резонансной томографии вот так выглядит рак правой почки и опухоль тромб нижней полой вены посмотрите это опухоль это нижний тромб полой вены доходит до диафрагмы опухоль нижнего сегмента левой почки магниторезонансная томография указана стрелочкой лечение почечного клеточного рака основной метод лечения это хирургический это радикальная нефроэктомия то есть удаление почки вместе с фасцией вместе с капсулой жирота вместе с жировой тканью окружающей всю почку а также с лимфодиссекцией параортальных параковальных лимфатических узлов кроме открытой нефроэктомии возможно ляпроскопическая нефроэктомия тоже с лимфодиссекцией это сейчас является методом выбора возможно применение роботизированной техники на да винчи тоже является одним из современных методов хирургического лечения при почечном клеточном раке в настоящее время тенденция идет к органосохраняющему лечению это открытая резекция опухоли ляпроскопическая резекция опухоли ну если опухоль не превышает обычно 3 3 сантиметров при этом резекция должна производиться всегда в пределах здорового ткани то есть хирургический край на гистологическом исследовании должен быть представлен здоровой почечной паренхемой ну еще производит паллиативную нефрактомию для того чтобы потом производить иммунотерапию либо таргентную терапию ну альфа иммунотерапия это альфа интерфероны ну и иногда производится эмболизация в нашей клинике мы очень часто пользовались и пользуемся иногда эмболизации почечных артерий дальше расскажу что это такое хирургический метод лечения единственно эффективный единственные изменились показания как я уже говорил это расширить показания к резекции почки и в связи с появлением схем иммунотерапии возрастала хирургия в лечении местно распространенных и диссиминированных так сказать метастатических облик чтобы убрать опухолевый конгломерат а затем с помощью иммунотерапии и таргентной терапии увеличить продолжительность и качество жизни больных с метастатическим раком радикальная нефрактомия это основное метод хирургического лечения показания это рак почки т1-4NXM0 рак почки TXNXM1 при солитарных метастатах в сочетании с одномоментом симультантным или последним удалением последних ну и диссиминированной рак почки вот как проводится радикальная нефрактомия справа в данном случае это слайды сделаны с операцией которую мы производили доступ выполнен в 11 межреберье иногда применяется в неполивральной торакотомии иногда применяется трансабдомидальный доступ наиболее в настоящее время распространенный является методом выбора я иногда применял торакофреноабдоминальный доступ когда рассекается и диафрагма и вскрывается грудная клетка для чего это делается? это делается для того чтобы первоначально выйти на сосуды почки первоначально их перевязать а затем сделать уже нефрактомию с лимфодисекцией почему это делается? потому что перевязываются сосуды и артерия и вена для чего это делается? для того чтобы во время мобилизации почки и сечения его связочного аппарата исключить метастазирование через артерио-венозные шунты во внутренние органы или в лимфоузлы и поэтому сначала поменяется принцип так называемой областики и антибластики в данном случае мы демонстрируем вам радикальную нефрактомию доступ выполняется в десятом межреберье вот хирург гемостаз раны взят на держалку мочеточник предварительно уже были перевязаны почные сосуды производится нефроэктомия сосудистая ножка обработана и пересечена удаление опухоли единым блоком с жировой капсулой дальше выполнялась лимфодисекция ну вот в данном случае вы видите гистопрепарат в руках хирурга а почка на разрезе где видна опухоль посмотрите так выглядит опухоль рентген эндоваскулярная эмболизация ну метод применяющий в комплексном лечении злокачественных образований почек различающие следующие виды эмболизации это механическая химия эмболизация ферромагнитные суспензии радиоэмболизация и иммуноэмболизация в нашей клинике мы применяли очень часто такие эмболизации как ферромагнитные эмболизации а также спирали джантурка которые вводили непосредственно в артерию почки то есть создавали искусственный инфаркт а почему применяли ферромагнитную эмболизацию если крупные тромбы блокируют лишь крупные сосуды то применяя ферромагнитную эмболизацию с обязательным наложением магнита на область почки блокируются и артериоревенозные шунты это соответствует принципам областики и антибластики и улучшает хирургическое вмешательство с точки зрения уменьшения кровотечения во время мобилизации почки и отсечения ее от почечной ножки и мочеточника в настоящее время применяется все реже и реже потому что возможность с трансабдоминальным доступом выход на сосуды на почечные сосуды их перевязка лишает гражданства рентгеновскулярной эмболизации хотя в некоторых случаях она все-таки применима особенно в тех случаях когда больной инаккурабельным имеется тотальная макрогеометрия он погибает от кровотечения когда имеется тяжелые сопутствующие заболевания поэтому окончательным видом в таком случае является эмболизация почечных артерий ну какие преимущества эмболизации размеров как правило уменьшается потому что идет некроз резко уменьшается кровоснабжение а следствие как я уже говорил комфортное выделение почки в ее эмболизации частичный некроз опухоли снижается интероперационная кровопотеря ну недостатки при неполноценной окклюзии кровопотеря может быть даже больше чем эмболизации поэтому здесь после эмболизации почечных артерий и по возможности артерии венозных шинтов нужно сделать ангиографическое исследование посмотреть идет ли контраст в паренхему почки показания резекции почки абсолютные и относительные абсолютные это рак единственный или обеих почек рак одной почки и функционально несостоятельная другая почка с хронической почечной недостаточностью и относительные заболевание контрлатуральной почки с латентой стадии ХПН при здоровой другой почке если возможна резекция в пределах здоровой ткани опухоль до трех но сейчас увеличилась может до четырех сантиметров производить резекцию ткани возможность мультифокального роста опухоль составляет от 7 до 25 процентов и не зависит от гистологического строения опухоли и стадии заболевания иммунотерапия метастатического рака почки ну лучевая терапия при почечной клетчатом раке не производится потому что как показали исследования она неэффективна а вот что касается иммунотерапии как в монотерапии так и в комбинации с другими препаратами достаточно эффективна монотерапия показана больным которым не может быть проведено более интенсивное лечение лечение иммунотерапии хорошо переносится больную преимущество выживаемости по сравнению с гормональной терапией и лучшие результаты достигаются у больных после нефрактомии без метастазов кости и печени ранее не получавших специфической терапии ну вот здесь одни из схем в данном случае это интрон-А в терапии мицстатического рака почки монотерапия интроном-А индукция 10 миллионов единиц под кожей ежедневно 3 месяца поддерживать терапии 10 миллионов интрон-А в сочетании с винбластином интрон-А в сочетании с 5-фторурацилом и ну схемы здесь показаны вам их не обязательно запоминать но иметь в виду и знать надо ну и наиболее перспективной на мой взгляд в настоящее время это применение таргентной терапии то есть ингибирование факторов ангиогенеза опухоли особенно эффективно в сочетании таргентной терапии в сочетании с иммунотерапией увеличивает и качество жизни больного и продолжительность и выживаемость и выживаемость вот все что хотел я сказать по почечно-клеточному раку теперь переходим к опухолю вильмсе опухолю вильмсе это эмбриональная это эмбриональный рак почки встречается у детей любого возраста начиная с новорожденных чаще диагностируется в двух семилетнем возрасте составляет 50% от всех опухолей диагностируемых у детей вот вдумайтесь в эту в эту цифру 50% это опухоль вильмсе если вы пальпируете какое-то образование брюшной полости является злокачественным дез эмбриогенетическим и новообразованием то есть я хочу сказать и настроить вас если вы обнаружили какую-то опухоль у ребенка в брюшной полости то смело ставьте опухоль вильмсе если ошибетесь ничего страшного в этом нет потому что как я еще повторяю 50% всех опухолей в брюшной полости составляет опухоль вильмсе клиническое течение ну вот так она примерно выглядит на ранних стадиях клиническая симптоматика отсутствует ведущим признаками является обнаружение опухолей в брюшной полости при пальпации живота у ребенка это легко пропальпировать экстренальные признаки они примерно такие же это анемии повышение сои моноцитов эозинофилов лимфоцитов микрогематурия снижение веса ребенка задержка в его развитии но в поздних стадиях развивается боли патогенез вам уже известен асцит отеки нижних конечностей и варикоцель ну в данном случае вот я здесь схема опухолевого тромба что вы видели в нижнем поле в нижнем поле в нижнем поле и клиниках в том числе в зарубежных я видел когда тромб впадает в предсердие исходит из опухоли почки и такая операция производилась с аппаратом искусственного кровообращения с нефрактомией удалением этого тромба ну в общем впечатляет впечатляет метастазирование в заброшенные лимфоузлы параковальные параортальные а также легкие как здесь видно печень и в кости скелета диагностика это данные клинические обследования а также лабораторная диагностика и как скринит метод ультразвуковое сканирование ну вот как здесь показано на ультрасонограммах так вот видна опухоль диагностика обзорную экскриторную урографию которая имеет в настоящее время чисто историческое значение компьютерная томография у детей более старшего возраста ну а у детей более младшего роста конечно лучше всего делать магниторезонансную томографию показывающую консистенцию опухоль можно определить тромб в нижней поле вены размеры и так далее ну так вот выглядит опухоль посмотрите как вот здесь вот здесь опухоль по в данном случае это ядерно-магнитно-резонансная томография и мультиспиральная компьютерная томография ну в данном случае вот так вот видна опухоль Это ядерный магнит резонансный, это компьютерный. И так опухоль обнаруживается при нефроэктомии. При резекции в данном случае почки будет. Вот она такая небольшая опухоль. Лечение. Оперативное вмешательство у детей производится абдоминальным или только френоабдоминальным способом. Ну, чаще всего применяется, конечно, абдоминальный способ. Одномоментная нефроэктомия с удалением единичных метастазов в легких или печени. То есть операция симультантная. Опухоль Вильмса чувствительна к лучевой терапии, полихимиотерапии. То есть лечение опухоли Вильмса всегда комбинированное. Она может быть адевантной или неадевантной. Или то и другое. С лечения запомните комбинирование. Прогноз. Среди детей старшего возраста пятилетнее выживание составляет 30-50%. У детей до одного года достигает 80-90%. Отсюда какой вывод. Чем раньше вы диагностируете эту опухоль. Я сейчас апеллирую к педиатрам, к неонатологам, которые будут заниматься детьми. И как можно раньше надо выявлять тогда опухоль Вильмса, тогда прогноз у таких деток будет гораздо больше, чем если вы будете диагностировать их в более старшем возрасте. Цифры выживаемости говорят сами за себя. Вот все, что касается опухоли Вильмса. Всю информацию, которую я хотел до вас донести. Теперь следующая глава это опухоль почечной лоханки и мочеточника. Классификация. Гистологическая. Это доброкачественные папилломы, злокачественные, переходно-клеточные карциномы, плоскоклеточный рак и аденокарциномы. Вот посмотрите, как они выглядят. То есть развиваются они не из паренхимы почки, а развиваются непосредственно в лоханке почки. Классификация. Также по системе ТНМ. Т – первичный очаг. Н – метастазы в регионарные лимфоузлы. И М – отдаленные метастазы. Кстати, метастазирование. Вот здесь метастазирование идет имплантационно. То есть по ходу тока мочи. Метастазируют в мочеточник. Причем дочерние опухоли гораздо злокачественнее, чем материнская опухоль. Эта опухоль может метастазировать и в устье мочеточника, и прорастать в мочевой пузырь. Имейте в виду, что в отличие, например, от почечноклеточного рака, где метастазирование идет в региональные лимфатические узлы, параортальные, параковальные, а также в отдаленные внутренние органы, то здесь основной путь метастазирования – это имплантационный. Симптоматика клинического течения. Но в данном случае гематурия возникает гораздо чаще, чем при почечноклеточном раке, а именно в 75%. Почему? Да потому что опухоль сразу развивается в лоханке почки и травмируется вследствие сокращения чаш лоханочной системы. Боль фиксируется у 30-50% больных, связанных с тем, что опухоль может блокировать лоханочному честочнику и сегмент, может развиваться гидронефротическая трансформация, а иногда боль определяется в виде почечной колики, так как очень часто при популярном раке возникает гематурия со сгустками. Сгусток создает обструкцию в верхних мочеводящих путей, чем самым вызывает гипертезию в чаш лоханочной системе, развивается симптомокомплекс, который называется почечная колика, который вы хорошо знаете, и который мы с вами разберем, когда будем находиться на цикле, на кафедре урологии. Пальпируемая опухоль. В данном случае пальпируется не сама опухоль, а пальпируется вторичный гидронефроз. Ну и, конечно, паранеопластические признаки, о которых вы уже хорошо знаете, о которых вы уже хорошо знаете, это анемия, это падение веса, потеря веса, гипертермия, иногда присоединяются вторичные инфекции, потому что имеется обструктивный компонент, и так далее. То есть паранеопластические признаки примерно такие же, как при почечной и клеточном раке. Диагностика. Это клиническая картина, ну и, естественно, лабораторные исследования, которые обязательно берутся, определяются, как я уже говорил, анемии, протеинурии, ложные протеинурии, эритроцитурии, лейкоцитурии, возможно, бактериурии вследствие присоединения воспалительного процесса. С диагностики еще производится, с диагностики из лабораторной применяется цитологическое исследование мочи. Почему? Потому что опухоль располагается в лоханке либо в мочеточнике, и при мочеиспускании возможно выделение опухолевых клеток, которые можно визуализировать, с помощью, которые можно микроскопически визуализировать. Ну, иногда применяются иммунохимические исследования опухолевых маркеров. Диагностика. Цистоскопия с биопсией опухоль. Цистоскопия почему производится? Я уже вам говорил, что метастазирование идет имплутационно, и иногда мы видим при цистоскопии визуально, как из устья мочеточников выходит опухоль в виде такой цветной капусты, берется биопсия, осматриваются другие стенки мочевого пузыря. Кроме этого, при подозрении на опухоль мочеточника производится уретроскопия с биопсией опухоли. Иногда мы уртероскоп, если он гибкий, проводим до лоханки, и производится визуализация лоханки и даже чашечек при обнаружении опухоли с биопсией опухоли. В данном случае в диагностике еще применяется внутримочеточниковое УЗИ, ультразвуковое сканирование, ну и как, так сказать, уже теряющий свое значение к скриторной урографии, хотя в некоторых клиниках она производится. Посмотрите, как выглядит опухоль лоханки с помощью скриторной урографии. Это так называемый дефект наполнения. Если вот эта чашно-лоханочная система заполняется хорошо, а вот эта опухоль попилярная, рентгологический симптом, который называется дефект наполнения. Ну, в некоторых клиниках иногда производится ретроградную уротерапилографию, хотя мы против этого исследования, но вместе с тем здесь имеется один из симптомов, который называется симптом Шивасю. Что это такое? При катетеризации мочеточника, мочеточник-катетер, когда идет до опухоли, то по мочеточнику катетера выделяется светлая моча. Когда проходит опухоль, например, опухоль мочеточника, то моча окрашивается кровью, то есть возникает гематурия. И когда проходит выше опухолевого узла, который располагается в мочеточнике, то опять идет чистая моча. Вот это симптом Шивасю. Это для того, чтобы больше, так сказать, в историческом аспекте, но тем не менее, это надо знать. Компьютерная томография вполне актуальна. Вот в данном случае видно опухоль, да? Мультиспиральная компьютерная томография. Ну, в данном случае вот это внутриполосная ультрасонография. Видно опухль, хорошо визуализируется. Вот опухль хорошо визуализируется. Вот чувствительность и специфичность различных методов исследования. Ультразвуковое сканирование. Чувствительность 40%. Специфичность до 67%. Интралюминарная ультрасонография. Здесь специфичность и чувствительность уже гораздо выше. Экскреторная урография, видите, низкая чувствительность и специфичность. Ретроградная уротерапилография. Цитологический анализ мочи, специфичность очень высока, 90%. Действительно, если обнаружатся раковые клетки в моче, о чем же можно еще говорить. Компьютерная томография, 70%, 58%. Мультиспиральная компьютерная томография, 78 и 77. И магниторезонансная томография, 66 и 68. То есть, по специфичности и чувствительности вы можете определить, какие наиболее эффективные и достоверные метаисследования необходимо применять при диагностике популярной опухоли почки. Лечение. Это радикальная нефроуротерэктомия. Что это такое? Это когда удаляется почка, мочеточник, весь и резицируется мочевой пузырь в области устья. Вот это называется радикальная нефроуротерэктомия. Она может производиться открытым доступом, из двух разрезов обычно при меня выполняется. Либо ляпароскопическим доступом. Наиболее современной и является операцией выбора в настоящий момент. Органсохраняющие операции. Это резекция мочеточника. Эндоскопические операции. Электрорезекция и лазерная коагуляция. И перкутанное удаление опухоли лоханки. Они сейчас производятся, но наиболее радикально в нашей клинике и в урологическом отделении онкологического диспансера в Ивановской области. Производится радикальная нефроуротерэктомия, как наиболее ляпароскопическая, конечно, ляпароскопическая, эндоскопическая радикальная нефроуротерэктомия. Кроме этих методов применяется еще лучевая терапия и системная химиотерапия. Иммунотерапия в данном случае малоэффективна. Однако достаточно перспективное направление это иммунохимиотерапия, БЦЖ, интерферон и энтролейкины, анти- или ретроградные. Прогноз. При радикальной нефроуротерэктомии пятилетняя выживаемость регистрируется у 80% больных. Спасибо. Благодарю за внимание.